Добрый день дорогие друзья! Сегодня снова с вами Вальдия Марка. Ну значит сегодня я вам хочу рассказать, значит, как мы когда мы приехали в Германию, значит наша первая квартира, или как она раньше называлась, Not Wollung. Значит, если перевести на русский, это будет обозначаться, что вынужденная жив площадь, или временно выделенная жив площадь на проживание. Как я уже вам рассказывал, именно в 93-м году был очень большой наплыв, значит, наших русских немцев, по-моему, 240 тысяч, вот тот год было приехало. И, значит, размещали людей везде, ну как бы распределяли по всей Германии, значит, и распределяли везде, где была возможность, туда людей и заселяли. И поэтому квартиры так назывались, как Not Wollung, то есть как вынужденная жив площадь. Я не буду рассказывать, я, по-моему, уже рассказывал, когда мы были в первом лагере, во втором, и когда мы уже, значит, приехали на постоянное место жительства, так скажем, именно тот город, то нам дали комната была у нас, одна комната, ну вот эта, как у меня, комната этого есть, сзади, да, она такая вот, примерно такой же размером была она, только маленькая, чуть квадратнее была. Значит, стояли там двухъярусные койки, то есть у нас было 4 человека, значит, стояло 2 койки, значит, двухъярусные, и был еще и диванчик, который только стоял небольшой, кухонька была вообще маленькая, то есть это, ничего не было отделенное, все это было в одной комнате. Значит, был туалет, а дверей там не было. Ну, у нас дети-то еще маленькие были, скажешь, им не заходить они и не заходили, а у нас же, ну, ничего с собой нету, даже вот, допустим, как-то дверь прикрыть, да, эту емкость, в эту дверь как-то прикрыть, проем, нечем было, у нас ничего же не было. Вот, и, ну, значит, то кухонька была, ну, кухня просто по-настенке, сбоку тоже шла маленькая такая, пару шкафчиков было и просто стояла такая, значит, плитка стояла, электрическая, стиральная машинка стояла, а как заходишь в эту квартирку, то сразу там маленькая, чуть-чуть такая перегородка была, там полтора метра, наверное, в дверь заходишь, и сразу идет резкая перегородка, то есть метр, где-то ширина, идет перегородка, ну, там тебе обувь снимаешь, там, вешалка была, а потом сразу вокруг нее обходишь, и все, ты уже находишь в этой комнате. Ну, короче, как в общежитии, в общежитии однокомнатное, да, только там, только там на месте и плитка стоит, все, и терральная машинка, и душ, и туалет, только не было дверей. Вот, значит, поселили нас туда, платили мы не помню сейчас сколько, ну, по-любому, с первого мы ничего не платили, все это, государство нам деньги давало, и, опять же, свои деньги же обратно забирало, такая система же была, а, по-моему, 700 марок надо было платить за эту комнату, а, значит, сдавала эту комнату, одна немка, она работала, или где-то она в аэропорту работала, каким-то диспетчером, что-то такое, где-то она диспетчером работала, и она постоянно выезжала, по 12 часов ее дома не бывало. Женщина, в принципе, неплохая, но она всегда почему-то хотела нас чему-то учить, по ее взгляду было понятно, что она считается, как за дураков, что мы приехали, значит, в России, и мы такие тупые, мы ничего не понимаем, не в смысле того, что мы не понимаем, допустим, языка, это, само собой, мы языком плохо знали, а в самой жизни, допустим, зачем мы не знаем, у нас так, это у вас не Россия, вот, а постоянно у нее такие вот были высказывания, это вам не Россия, как-то, главное, мы жили у нее, да, государство ей платило за эти деньги, или мы платили, как хотите, так и называйте, то есть она имела какой-то доход именно от нас, от переселенцев, имела свой доход, и все равно она как-то нас недолюбливала, или, может быть, нам так казалось, я не знаю, ну, в принципе, выходит так, что она, наверное, все-таки недолюбливала, потом прошло, наверное, месяц, а там у нее там участок был, там, где надо было траву косить, он небольшой там участок, она мне говорит, значит, вы не могли бы, значит, траву косить, а я вам в месяц буду 100 марок платить, ну, думаю, ничего себе, хорошо, это, эти 100 марок уже нигде не считалось, после она потом выписывала квитанцию, что она мне 100 евро заплатила, но тогда разрешалось, если ты сидишь, значит, на государственное обеспечение, то определенную сумму ты еще мог заработать, сейчас, и сейчас, ребята, я не знаю, сколько, сейчас, по-моему, тоже 130 евро, по-моему, точно не знаю, и тогда тоже такая система была, что-то, допустим, если даже ты на государственное обеспечение, ну, значит, ты в месяц все равно мог какую-то определенную сумму значит, заработать, и ничего, ничего тебе не говорю, вот, и, значит, ну, она предложила мне, ну, почему нет, конечно, ну, ничего, через 100, значит, марок в месяц, а там косить, то, я там минут 20 косил, косил, косил все ионая, электроэнергия, все ионая, ну, что, пробежаться-то недолго, значит, ну, я там косил, а потом уже дело к осени было и начали там деревья у меня тоже были и начали листья падать я смотрел, что я делал у меня у него с подвалом был, да, дом а к этому дому был пристроен, где мы жили было как, просто как пристройка такая там ни подвала, ничего не было а после как два этажа было сверху жила одна женщина она, значит, с ГДРа приехала тоже работала, и там она жила сверху а мы жили, жили снизу сенкинский, тоненький ну, в принципе, это возле Гамбурга, да, там, в принципе, тоже так же, такая же зима, как и здесь, там тоже тепло но факт то, что, допустим, юный дом и это было пока просто как пристроить а потом в дальнейшем уже, когда мы уже оттуда потом переехали в другое место ну-ка, в другую квартиру, когда нам дали и потом через лет семь, наверное, или восемь, я проезжал специально по этой улице посмотреть и она там вообще от Грохова еще один дом тоже двухэтажный, ну, уже более-менее солидный короче, она все-таки на государстве именно на наших русских немцев, может так даже сказать ну, то, что она все-таки сдавала же значит, эти квартиры, да, и все-таки она какой-то капитал все-таки заработала на этом так что мы ей помогли еще даже дом построить она, хотя, хотя она, конечно, плохо и о нас отзывалась и считала нас, что мы таких видов как другой планеты тут мы ничего не понимаем мы такие же люди, как и все просто мы язык плохо понимали ну, вот, как же я о чем все рассказал как же листья начали падать а я смотрю там, где у них спускаточки в подвал он прямо на улице стоят у меня грабли ну, я думаю, давайте сейчас уберу ну, мне делать нечего думаю, сейчас вот листья соберу пошел, взял эти грабли все эти листья хорошо убрал он все чисто, чисто, аккуратно сделал и грабли поставил не там, где они ставили а он чуть-чуть, может быть, вправо-влево где-то я поставил, не знаю все, вечером она приходит и нам звонит здесь случится я не помню, я же был на звонок или не был факт, что она меня вызывает на этом, наверное, собеседование в принципе такого почему, говорит, выглядит без спроса взяли, мол, грабли ё-моё меня ошарашило главное, я убираю ее территорию ну, ее же территорию я же не ей, не квартиру зашел а вот ей не понравилось что, значит, я именно зашел на ее на участок что я зашел на ее на участок и взял эти грабли ну, я же, елки-палки, твои же листья убирал хотел, как лучше сделать она, вот у нас в Германии так не принято это у вас не Россия и начал, мне вообще это не нравилось это злой был такой ну, ничего, конечно, не сказал в принципе, еще бы сказала она все равно не поняла но факт то, что вот именно, как она вот это вот когда я договорила мне это унижало потому что она считает, что мы такие чокнути или что ну, я же, как добро хотел сделать ну, взял ее на грабли что с этими граблями будет, да? ну, вот, вот такая же песня была ну, как же она там поручала, поручала я не слонечу говорить ей потом даже один раз тоже она что-то там вроде ковырялась я просто мимо проходил сейчас не помню, как ее даже звали фрау, как-то не помню, как ее звали потому что я что-то сказал она сейчас вздрогнула это вам не Россия тут вы должны заранее идти уже заранее говорить, галю чтобы я, значит, знал, что вы идете чтобы я не испугалась я теперь ночью спать не могу я думаю, да, е-мое она не такая-то уже пожилая женщина ей была, сколько лет тогда ей было, лет 50, наверное, она даже не была что выделываться-то? ну, напугалась, напугалась бывает такое, да? а это вам тут не Россия вот вы заранее должны идти если хотите со мной говорить заранее уже должны кричать галю ну, в принципе, может быть, и правильно но с граблями это точно было неправильно вот значит, что у нас? телевизора у нас не было и, значит, нам уже бумаги мы вызов давали моей супруге тетя он спросил, как двоюродная тетя получается, двоюродная сестра тещина, тещи она нам вызов делала то есть мы документы через нее передавали и она нам делала вызов она сама в Гамбурге жила а мы жили в Азапинниберге город Рейлинген где-то небольшое городишко в принципе, на красной границе вот где мы жили и потом во втором в Азапиннике жили во второй квартире вот такая была там знак стоял в границе то есть, это на ней был Пенниберг соответственно, был Рейлинген вот, и значит эта тетя со своим мужем когда мы уже на нам постоянно местом приехали они нам тоже телево они поезжали к нам даже в лагерь поэтому мы знали их номер телефона а значит, мы на место приехали мы тоже сразу позвонили у нас было, значит, одинненецкие люди с кем мы могли поговорить потому что у нас никого знакомых не было никого нет вот одна тетя была которым надо было позвонить вот мы все и звонили и спрашивали, что надо было сделать он не всегда тоже на дом уже сидит, да? все равно мы сообщили значит, наш адрес сказали они приехали, значит, на поезде и значит, они привезли нам телевизор цветной телевизор ну, они его были завернули из катер какая-то была со стола, что такое они его завязали как поздно его везли ну, как ну, по-настоящему, в принципе такого не что ни делать внимания но они просто нам привезли конечно, телевизор был старенький но он функционировал он был небольшой, по-моему или даже черно-белый я сейчас ребята уже не помню или цветной факт есть факт, что они привезли телевизор это уже большое дело было а теперь это вот то, что скатерни то, что они телевизор в скатерть завернули мы, да, и везли в скатерть я взял, сделал в туалете, вместо двери повесил ее чтобы хоть как-то прикрываться, да? а так, наверное, нам телевизор привезли нам начали объяснять как что делать но сразу все же не запомнишь пока не начнешь бегать с этими всеми бумагами и так далее вот что еще вам рассказать потом я думаю, значит а мы же как я вам уже рассказывал родители, то не с нами же жили потому что у них была другая фамилия я уже вам тоже об этом говорил что у меня фамилия одна у них фамилия другая и поэтому ну, те с тёщей с тёщей и поэтому мы вместе не попали они попали где-то от нас было по-моему, 25 километров ну, это недалеко, принципе мы их тоже потом все-таки ходили значит а в город ну, именно там, где все бумаги оформляют и все-таки мы начали говорить чего мы хотели бы чтобы родители жили с нами как мы можем сделать так чтобы они приехали в наш город вот там в принципе значит в этой шараге люди, в общем, были хорошие доброжелательные без всяких проблем было спокойно все, как мы могли мы так и объяснили все они все равно нас поняли значит все-таки разрешили и потом мы, значит привезли родителей но только дело в том что они значит в нашу квартиру где мы жили в этом, да в эту комнату у нас они не внестили а далее раньше были еще такие как контейнера назывались они вот тут в этих контейнерах можно жить просто там в этих контейнерах сделано все компактно то есть нету много места тоже там стояли один контейнер по-моему там сразу было как три квартиры по-моему так одна была маленькая две большие да что-то такое было по-моему три штуки было еще кто жил в контейнерах вы можете подсказать по-моему три квартиры было в одном контейнере потом было сделано все так компактно тоже стояли двухъярусные койки тоже была маленькая кухонька тоже был туалет был тоже душ это было все все такое маленькое ходить там танцевать там больше трех человек не собираться серьезно я говорю там просто не разойдете это получается как в купельном поезде в принципе это такая вот система то есть там все так сделано компактно все так сделано именно только поспать в туалет сходить помыться маленькая кухонька покушал там все утка в контейнере ну допустим там наши люди которые уже были нашли работу им было выгодно потому что они платили всего по-моему 250 то есть не помню по-моему 250 марок в месяц они платили за этот контейнер то есть это было все дешево мы платили 800 значит за эту комнату а они платили всего 250 и поэтому было очень хорошо мы тоже простились контейнер дайте нам тоже контейнер они нет у вас дети хотя там тоже есть детьми были ну не знаю ну да получилось а значит старикам родителям значит дали там значит тоже там одна комната такая была ну как я вам уже рассказывал а кухонька и туалет и так далее но родители родители конечно с нами жили просто они чистились чего-нибудь там в контейнерах живут там идти надо было 200-300 200-300 метров от нас недалеко было но они все у нас ночевали постоянно у нас жили а просто чистились по бумагам что они там живут ну теперь же мы же молодые были 30 лет было мы все-таки молодые дети и тут родители в одной из своей комнаты и все-таки сами понимаете да любовью заниматься надо ну мы короче придумали потом по-хитрому мы сказали что у нас стояла растиральная машинка а мы сказали что она сломалась вот и говорили родителям что дайте ключи мы пойдем вещи в вашем в контейнере стирать ну может быть родители и догадывались я не знаю но мы так делали мы уезжали туда буду бы как стирать а там сами понимаете да молодые же мы были начали делали свое дело и у нас будет даже один знакомый познакомец был были не буду называть его фамилию это паренек любитель был выпить вот и значит он когда мы там в этом квартире жили он часто тоже приходил ну просто выпить маловато ему тоже приходил и постоянно просил вода мотай самый 10 марок вечером идет на заправку и покупал водку а на стол это по моему 10 10 марок на заправках водка бутылка а так по моему опять стоило сейчас я не помню ребята факт то что на заправку всегда допль дороже чем в магазине вот значит я хочу рассказать одну историю я один раз и он знал что мы туда постоянно ходим в этот контейнер будто бы как вещи стирать и теперь тоже мы как находились в этом контейнере и он значит начинает там как начнут арабай и орет там е-мое ну кто это может только он может тарахтеть на как начнут орать ты чё вы еще еще и там не сам не наивный это самого лисьмо и орет прямо на весь контейнер контейнерский городок этот вот я Серега ты чё я материться там моя успокоиться я сейчас им по морде там ну как что чёрта открывая дверь извините какой чёрт ты говоришь на весь городок чем мы тут занимаемся ну как дурачок что ли он мне говорит дай где 10 марок я совсем возданулся что ли я могу подождать это маленько ну вот мне говорит я нифига больше не дам вообще больше не приходи я закрыл все и стал а там больше ему всегда давал он как обычным вечером денег в кармане нет или жена забирала деньги не знаю вот такая ситуация была поэтому я говорю что не так то просто все это было когда одна комната когда двое детей и еще даже и родителей и все в одной комнате все равно это как то конечно это хорошо чем значит все в одном месте и даже и проблем нет но все равно когда человек еще молодой но еще есть другие потребности и все как-то надо значит это самое понятно вот после смешной я бы рассказывал так действительно как тот кричал именно материнами словами она вообще смешно мы часто вспоминаем это часто смеемся конечно сейчас смешно ну туда было не до смеха потому что он кричал значит на весь этот городок неудобно но там же пожилые люди тоже в основном тоже жили там они тоже себе сделали были такие скамеечки сидели потом когда вышли все только нас так и смотрели ну вот такая песня понимаете ли ну это жизнь а куда одеваться это жизнь хочешь не хочешь это жизнь во-первых в лагере такая же песня была там вообще в лагере комнаты были большие там были по три семьи в одной комнате тоже ничего нельзя было сделать во втором лагере такая же тоже ерунда была поэтому мы две недели были в одном лагере потом две недели во втором лагере нас туда заселили по-любому мы же молодые а время этого месяц прошел ну как сами понимаете вот вот так вот мы жили значится вот так вот это был у нас первой наша первая квартира была прожили мы там недолго потому что нам потом дали другой уже скажем так особняк можно сказать не скучно особняк отдельный дом был потом уже нам дали уже вместе с родителями там больше было территории и нам больше мне надо будет угостить там но это будет отдельный случай я я вам расскажу может быть даже еще я найду день фотографии потому это даже ути чего видит зафотографировались у меня принципе даже если видео есть когда я снимал еще другую камеру я снималась после камеры накрылась а эти видеокассеты у меня остались но на них нету адаптера у них нету адаптера и не было никогда адаптера вот как то можно сделать где-то у меня не валяется это середина было бы интересно посмотреть сколько лет уже прошло почти 20 лет прошло может меньше когда мы там жили в том доме было бы интересно посмотреть надо мне как-нибудь этим вопросом заняться вот так друзья я вам хочу рассказать задавайте вопросы я просто не помню что я уже рассказывал что не рассказывал я просто хочу по порядку рассказывать чтобы я потом уже не думал говорил я про это или не говорил чтобы кусками не вырывать потихоньку по порядку пойдем еще тоже расскажу тоже про машины как мы ездили и так далее и так далее окей друзья пока с вами был Вальдемарко заходите в гости кедова так посмотрим что у нас получилось